Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Американцы Фридс Гроуб и Стефан Вольтс мастерили одноместный реактивный автомобиль, работающий на газировке. Несколько лет чудаки-механики пилили, строгали, клепали, паяли, пока в итоге не получился, на их взгляд, самый экологичный вид транспорта. Вместо бензина чудо-автомобиль потребляет конфеты Ментос и Кока-Колу. Колесница конструктора вместо мотора заряжена 54 бутылками и 324 конфетами. При смешивании этих ингредиентов на образующемся пенном газе, четырехколесная платформа способна буквально пролететь на одном дыхании почти 240 метров. Это пока что рекорд, однако с каждым годом дистанция растет. Самые первые химические опыты позволили проехать на аппарате 73 метра. Фриц и Стефан на достигнутом не останавливаются. Они уже запустили свое собственное реактивное развлекательное шоу, в рамках которых демонстрируют чудеса леденцов и шипучки, которые уже принесли изобретателям три рекорда Гиннесса, номинацию на премию Эмми и пожизненное спонсорство – производители их альтернативного топлива. То там, то здесь, словно добрый призрак в разных частях Лондона, появляется этот веселый желтый фургончик, продавая вкусные сладости местным детишкам и лодочникам. Первый в мире фургон-амфибия, который торгует мороженым на суше и на воде, уже год курсирует по реке Темзи. На борту вафельные рожки с кремовой начинкой, крем-брюле и пломбиры всех видов со всевозможными наполнителями. Я капитан плавающего фургона с мороженым. Это безумие. Я надеюсь, что наш фургон-амфибия знаменует собой начало великого возрождения торговли мороженым на берегах Великобритании. А возрождать есть что. Вы не поверите, но продавцы мороженого в Лондоне действительно испытывают серьезные затруднения, связанные с их бизнесом. Все чаще власти запрещают фургоны в жилых комплексах, парках и рядом со школами из-за озабоченности по поводу шума, мусора и детского ожирения, которым это способствует. Так что серые воды Темзи, на которых этот канареечный фургон смотрится еще ярче, и как реклама, и как призыв обратить внимание на проблему, самое подходящее место для розничной торговли мороженым в современной британской столице. Этот фургончик – напоминание англичанам о традициях, и одновременно призыв обратить внимание на существующие проблемы. Но неунывающий Дэйв не теряет оптимизма и готовится к большому турне по пляжам в Великобритании, предлагать рожки с мороженым, остолбеневшим курортникам, а далее пройти Ла-Манш и заехать в Европу. А там, глядишь, и до каналов Венеции добраться. Размер имеет значение, так решили сотрудники одной обувной компании во Флориде, и смастерили к столетнему юбилею фабрики не просто ботинок, а автобашмак 747-го размера. Именно такая охотничья калоша была выпищена одной из первых американскими обувных дел мастерами. Стоит отметить, что этот автоботинок сверхпрочен, как его резиновый прототип. Все его части выполнены из стали и покрыты стекловолокном, а подошвой послужил дизельный форт. А вот меховая подкладка, в отличие от оригинала, у этого ботинка отсутствует. Все-таки, как уверяют создатели, это прежде всего скульптура и в некотором роде автомобиль, а не обувь. В этом башмаке даже можно прокатиться. Стоит такая поездка внутри охотничьего ботинка всего один доллар. Куда только смотрит дорожная полиция, могут невольно задаться добропорядочные граждане, увидев разъезжающую по дорогам Пенсильвании обнаженную женскую грудь. Но не спешите обвинять владельца фургонщика в хулиганстве. Это даже не реклама, все гораздо серьезнее. В некоторых американских штатах, в том числе и в Пенсильвании, законом запрещено кормление детей обнаженной грудью в общественных местах. И дабы мама из Питцбурга и его пригородов не оказались за решеткой, художница Джилл Миллер на свои деньги купила и переоборудовала старый фургончик, превратив его в передвижной пункт кормления грудничков. Грузовик оборудован всем необходимым, чтобы мама малыша могла покормить свое чадо грудью, не смутить окружающих процессом кормления и не спровоцировать полицейских на собственный арест. Конечно, все это очень странно. Кормить младенца грудью нельзя, а разъезжать внутри обнаженной груди размером с двухэтажный дом можно. На празднике в районном парке рука мобиля безотказный аттракцион. Мало кто реагирует на сдобренный дежурным юмором балаган, а к технике народ тянется. Хотя сесть за руль четырехколесного чуда решается не каждый. Удивительное ощущение вызывает эта техника при внешнем сходстве с велосипедом. Во время катания не покидает чувство, что ты находишься в водке, то есть занимаешься академической греблей. Подвижное сидение, рычаги весла именно в гребле и подсмотрел все это изобретатель Леонид Крейндлин. Остальное было делом техники. Бывшему инженеру авиационной промышленности не составило особого труда выточить и собрать то, что приобрело умозрительное очертание. Эффект превзошел самые смелые ожидания. Для нас с вами. Все, ходите, садитесь. А здесь без ноги, здесь можно руками, в том-то и фишка. Такому напору и силе убеждения позавидует любой промоутер. Правда, в данном случае стиль общения диктуется нежеланием продать. У изобретателя другие цели. Надо на практике оценить достоинства и недостатки своего детища, чтобы потом доработать модель и в конечном счете облегчить жизнь тому, у кого возможности ограничены. Сюда, в школьный спортивный зал, по воскресеньям приходят все желающие. Кому-то эти занятия позволяют не только выплеснуть физическую энергию, но и умственную. Иван с диагнозом аутизм закончил технический институт и готовится в аспирантуру. У него есть идея относительно тюнинга машины Криндлина. Чтобы он добавил к этим мокромобилям динамомашинку и так мог же вырабатывать электроэнергию. От этой электроэнергии могла бы и эта самая камера, и эти работы. Быть может, молодая мама нашла бы новшество Ивана и другое применение. Но пока она только открывает рукомобиль. А вы первый раз сели? Да, первый раз. Ну и как впечатлили? Отлично. Что называется, проходила мимо и попала в сети вездесущего изобретателя. Спрос на развлечения инженерная мысль тоже не игнорирует. Ну там нужен дизайн соответствующий. Представляете, там ладья или там дракон там в том числе. Потом есть люди, которые любят лобовые столкновения делать. Здесь можно такую вещь сделать. Хочу поставить амортизаторы, пружинные, например, так, и прыгать с трамплинчиков. Все это дело будущего. А на повестке дня большой спорт. Таков нынче тренд. Скоро Олимпийские игры в Сочи. Его с рукомобилем пригласили стать участником волонтерской программы. Быстрее, выше, сильнее. Такой теперь девиз изобретателя. Вот он, самый быстрый байк на планете. Мощный и в то же время тихий, как пушистый котенок. Гоночный мотоцикл с электрическим двигателем от команды технорей Килисайкл. Этот двухколесный агрегат летит по трассе подобно снаряду, выпущенному из бесшумной пушки, который невозможно остановить. Билл Дюбе. Автор и конструктор этого молниеносного двухколесного создания. Днем Билл исследователь и ученый. А вот все остальное время он проводит в гараже, проектируя все новые виды электротранспорта. Все детали мотоцикла общим весом 280 килограмм выполнены собственноручно сотрудниками конструкторского бюро Килисайкл. Принцип работы электромотоцикла, по словам инженеров, такой же, как у беспроводной электродреля. Внутренности все те же самые, только еще колеса есть. Дайте-ка мне дрель. Из чего состоит беспроводная дрель? Аккумулятор, так, мотор и дроссель. И эта штука действует точно так же. Правда, эта дрель намного мощнее обычной. 350 лошадей. Это в четверть раза больше, чем у обычного бензинового мотоцикла. А для того, чтобы достичь запредельной скорости, мотоциклу необходима подзарядка. От 970 аккумуляторов. Этакая маленькая электростанция на колесах. Как говорят изобретатели, поговорка «не влезает, то убьет, как никогда применимо для их мотоцикла». Из-за проблем с батареей на последней гонке столб плазмы вырвался из-под сиденья мотоцикла. Вот эта штука чуть не взорвалась. Мы ее хорошенько подкоптили. Так что сотни предохранителей и открытых контактов расслабиться ездоку не дадут. Однако, устранив неполадку и заменив обычные батарейки на литьевой, с секретным ингредиентом в виде наночастиц, Биллу с коллегами удалось добиться того, что мотоцикл заряжается в течение пяти минут. При этом батареи не загорятся и байкер останется жив. А в остальном, этот мотоцикл мало отличается от привычного байка, разве что своей скоростью и безвредностью для окружающей среды. И еще одна новость. Теперь наш телеканал есть и в сообществах социальной сети ВКонтакте. Ищите нас, присоединяйтесь к нам, пишите нам, будем вместе делать телеканал РАЗ-ТВ интересней и веселей. В свою очередь, мы приглашаем всех наших телезрителей к сотрудничеству. Пишите и сообщайте о том, что необычного происходит рядом с вами, и присылайте видеоматериалы. И помните, покуда на белом свете хоть одному человеку будет интересно жить, разные новости будут в эфире. Всего доброго. До встречи.